Каждая несчастная автомобильная компания несчастна по-своему. Примерно так хочется перефразировать Льва Толстого, вспоминая марку Сан Йонг, самую неудачливую из корейских. Последние годы компания посылает сигналы СОС, призывая на помощь инвесторов, без которых у компаний нет денег, чтобы разрабатывать и выпускать автомобили. Полгода назад корейцы объявили о банкротстве. Однако пока не подоспеет помощь, надо оставаться на плаву, поэтому недавно Сан Йонг выпустил обязательный сегодня электромобиль. А теперь очередь дошла и до нового среднеразмерного кроссовера. Товар ходовой поможет продержаться. Машину нарекли Торос в честь южноамериканского национального парка. Интерьер вполне современен, с цифровой приборной панелью и аж двумя дисплеями мультимедийной системы. Вверху действительно большой монитор диагональю почти 12,5 дюймов, внизу чуть поменьше. Это цифровое великолепие позволило разработчикам почти избавиться от физических клавиш. Управление очень многими важными функциями автомобиля, в том числе климатической установкой и подогревами, исполнено в виде виртуальных кнопок. Не всякому по душе, но пора привыкать. Техника намекает на кризисное положение Сан Йонга. Новинка почти неотличима от младшей модели Каранда. Тот же полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 170 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Привод может быть как передним, так и полным, реализованным по традиционной для кроссоверов схеме с помощью муфты. Фары и фонари светодиодные. Объём грузового отсека чуть более 700 литров при загрузке под багажную шторку. За дополнительные деньги можно получить адаптивный круиз-контроль, системы контроля мёртвых зон и удержание машины в полосе. Среди интересных аксессуаров отметим возможность выбора двухцветной окраски, органайзер на спинку сиденья и запираемый бокс, который крепится на заднюю стойку, как у лендровера Defender. Правда, в остальном с британским проходимцем общего мало. Торрос — это именно кроссовер, а для борьбы с бездорожьем, помимо опционального полного привода, у Торроса только суровый внешний вид. Впрочем, с таким продуктом не стыдно было бы вернуться и в Россию, откуда Сан Йонг ушёл в 2018 году и возвращаться не собирается. Зато компания обещала, что модельный ряд расширится за счёт электрической версии, ориентированной на Европу. Но есть ощущение, что случится это только если Сан Йонг найдёт себе финансовую опору. А для этого надо, чтобы Торрос помог компании день простоять до ночи продержаться.